Добрый день, уважаемые подписчики канала «Разные дороги». Сегодня я хочу поделиться видео своей дружбой с народной артисткой СССР Любовь Сергеевна Соколовой, с которой мне довелось дружить последние годы ее жизни. Расскажу, как она свидетельствовала о Николае, чудотворце, который спас ее блокаду Ленинграда от голода. Любовь Сергеевна пережила блокаду Ленинграда. Она рассказывала такой случай, когда она уже начала помирать от голода и без сил села на лавку. Вдруг мне подходит какой-то мужичок с усами и говорит «Люба, Люба, ты будешь есть понемножку, но будешь жива». И растворился в заборе. Она говорит «Я никому эту историю не рассказывала, потому что я расскажу, скажут, галлюцинация, психушку положат». Я начал рассказывать ее как уже в 90-е годы со сцены. И это был день моего рождения, 31 июля 1941 год. И вот мы стоим, как-то ничего не достали. Там были люди финны, по-моему, они говорят «Вы, русские, подохните, скоро немцы придут». Ничего не купили мы, стоим, вдруг ко мне подходит мужчина, кореглазый, в кепочке, с бородками, с усиками. И такая тогда люди рабочие, простецкая одежда такая была. И вот теперь модный ботинки такие вот тупые, значит, раньше не ходили, а он в таких ботинках был. И говорит «Ты будешь есть постольку, но будешь жива и счастлива». Фикрой говорит «Какой вы ей подарок преподнесли? У нее сегодня день рождения». Он говорит «Вот и хорошо, вот и хорошо». Он говорит «Выучи молитву, отец наш, а зовут меня дядя Николай. Если тебе что-нибудь нужно тебе, каждый меня укажет. Вот хоть что придумать вот это вот так? Муж умирает. А тогда, спустя какое-то время, когда блокада закончилась, и она попала в церковь, она заходит и видит похожий лик этого высотого мужичка. Это оказался Николай Чудотворец. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok